Нынешнее поколение модели Chevrolet Traverse появилось три года назад, а сейчас американская марка решила провести обновление своего самого крупного кроссовера. Рестайлинг вышел масштабным. Traverse обзавелся полностью новым передком, а сзади изменились фонари. К слову, вся оптика перешла на светодиоды. В интерьере главным приобретением стала новая комбинация приборов с 8-дюймовым дисплеем по центру панели. Медиа-систему обучили поддерживать протоколы Apple CarPlay и Android Auto, а в базовую версию включили системы автоторможения, удержания на полосе и переключения дальнего света. Гамма силовых агрегатов осталась нераскрытой. Впрочем, время еще есть, ведь подставки машин начнутся только под конец года. Возрожденная испанская компания «Испана Сюиза» представила первую модель еще год назад. И доводка электрического гиперкара «Кармен» до сих пор не закончена. Такая задержка, однако, не помешала фирме подготовить первую спецверсию купе. Ее в честь французского города назвали «Булонь». Углепластиковые панели новинки покрыты прозрачным лаком, а для декора использована медь. Снаряженную массу электромобиля удалось уменьшить более чем на 60 килограммов. Общая мощность двух электромоторов увеличена почти на 100 лошадиных сил. Плюс установлены новые транзисторы, а также изменено передаточное отношение редукторов. В итоге время разгона до сотни было уменьшено, а ограничитель скорости, напротив, сдвинут вверх. Аккумуляторная батарея осталась прежней. Тираж базового гиперкара ограничен 19 экземплярами. Машин серии «Булонь» сделают всего 5, при том они будут стоить на 150 тысяч евро дороже обычных.